Жон Резкин В октябре 1819 года в семье богатого шотландского торговца Хересом. Дед был коммерсантом, торговал ситцем. В семье царила атмосфера религиозного благочестия, оказавшая значительное влияние на последующие взгляды писателя. В юности он много путешествовал. В дневники путешествий, как правило, включал заметки о геологических образованиях в ландшафте посещаемых стран. Я цитирую Википедию. Поступил в Оксфордский университет и впоследствии сам читал там курс искусствоведения. Став лектором, он настаивал на необходимость изучения геологии и биологии будущими пейзажистами, а также на введение практики научного рисования. Вот что он говорит. Например, в статье «Терафаэлитизм» он открыл для современника Уильяма Тернера, живописца и графика, мастера пейзажной живописи. Резкин защищает Тернера от нападок критики и называет его великим художником, дарование которого я оказался способен оценить при жизни. Вот так он говорит о Уильяме Тернере. В качестве идеала он выдвигал средневековое искусство. Таких мастеров раннего возрождения, как Перуджина, Фра-Анджело, Джованни Беллини. Он восхвалял готический стиль за его привязанность к природе и естественным формам. Он так считал. Выступал с критиком разделения труда и нерегулируемого рынка, отстаиваемых английской политэкономической школой. Преподавал рисование в рабочем колледже Лондон. Кстати, попал там под влияние Томаса Карлейля. Выступает с критикой капитализма, с позиции христианского социализма, требуя реформ, образования, всеобщую занятость и социальную помощь инвалидам и людям преклонного возраста. В 1869 году был избран первым почетным профессором искусств Оксфордского университета, для студентов которого собрал коллекцию произведений искусства в оригиналах и репродуктах. В 1848 году Резкин женился на Эффи Грей. Брак оказался неудачным, супруги разъехались в 1854 году, через 6 лет. А в 1855 году Эффи Грей вышла замуж за художника Джона Эверди Милли. Поводом для развода послужило то, что супруги дословно не вступали в супружеские отношения. В 1810-1860 годах, период острого религиозного кризиса, Резкин пережил страстную влюбленную девочку, а затем девушку из крайне религиозной протестантской семьи Розу Латуш. Он познакомился с ней в 1858 году через 8 лет, сделал предложение и получил окончательный отказ по настоянию родителей в 1872 году. Через 3 года Роза умерла по неизвестной причине. Кстати, история этой любви не раз упоминается в Лолите Набокова. В 1870-х годах на этой почте у Резкина обострилась наследственная неврологическая патология. В 1885 году он уединился в своем имении Брентлут в Озерном крае, который уже не покидал до самой смерти. Умер он 20 января 1900 года, в возрасте 80 лет. Ну и в заключении надо сказать, что творчество Резкина оказало значительное влияние на Уильяма Морриса, Оскара Уайда, Марселе Пруста, Махмату Ганди, а в России Льва Толстого. Ну а сейчас я хотел бы вам прочитать некоторые афоризмы и цитаты Джона Резкина. Всегда счастлив тот, у кого постоянно перед глазами что-то, чего он не может вполне понять, и что он, подвигаясь вперед, все больше и больше знает. Вся задача воспитания заставит человека не только поступать хорошо, но и наслаждаться хорошим, не только работать, но и любить работу. Высшая мудрость заключается не в самоотречении, а в умении находить удовольствием в самых малых вещах. Деятельность – великая вещь. Если люди решительно будут делать то, что нужно, то со временем им это понравится. Жизнь без труда – воровство. Труд без искусства – воровство. Как часто бывает сложно проявлять милосердие с мудростью, совершить добро, не умножая источников зла. Мудрый человек всегда находит себе помощь во всем, потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать добро из всего. Не допускайте, чтобы цена картины определяла достоинство картины. Будет время – картина сама определит свою цену. Не успех, а усилие заслуживает награды. Сложенные руки – не всегда покорившиеся руки. Отдавайтесь вашему делу всем сердцем и душою, но посмотрите прежде, хорошее ли это дело. Никогда не ищите удовольствия, но будьте всегда готовы находить во всем удовольствии. Ну вот, пожалуй, и все, кто я нашел о Орескине Джоне, английском писателе, художнике, теоретике искусства, литературном критике и поэте, который оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX – начала XX века. Все, всем пока, всем привет, до свидания, посмотрите его картины. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok